На что хочу обратить внимание. Демонтаж выполнен был предельно аккуратно, несмотря на то, что внешне казалось, что происходит катастрофа и что-то страшное. Мы сейчас были с вами внутри здания театра, вы были в зрительном зале, вы видели, что никаких повреждений здание не получило, та часть которого осталась. Вы видели, что проектные решения были выполнены правильно. Мы вынуждены были их по разработанным проектным решениям усилить. Сейчас мы будем здесь производить подводку новых фундаментов взамен тех, которые уже отработали свое. И параллельно будут на улице идти работы по возведению новой части здания, куда мы сейчас с вами пройдем. На объект культурного наследства процентов соответствия не бывает никогда. Учитывая то, что основные несущие конструкции, они находятся не всегда в хорошем состоянии. Какие-то решения должны приниматься очень быстро, не дожидаясь каких-то особых оттяжек. Поэтому мы считаем, что то, что нужно было разбирать вручную, было разобрано. Все скульптурные группы перевезены. Понятно, что это демонтировалось вручную. Были демонтированы все предметы охраны. Я не знаю, вы были, нет. Надо как-то поговорить с Алексеем Николаевичем на место выхода. Там у реставраторов сейчас сложено. Максимально все, что можно, было демонтировано без каких-либо нарушений. Ну, понятно, срок эксплуатации и так далее, что-то будет заменяться, докомпоновываться. То есть все. Их есть слепки снятые. Мы не требовали подряд, что в данной ситуации будет смотреть уже скульпторы профессиональные. Они будут докомпоновывать эти сниматели. Было обследование визуальное. Владимир Валерьевич, может, так много смотрел. Фигуры до сих пор в отличном состоянии. Кроме одной левой руки, которая, по-моему, полирин. Вообще, наверное, на период 60-х годов, 60-й, наверное, так, монтира. Она была как-то, ну, может быть, сломана, может быть, как-то подвинулась. Ее заменили и уцелили основную фигуру, покрытая очень интересным слоем, практически террорит. Вот. То есть фигура в нормальном состоянии абсолютно находится. До рельефа, ну, то, что там есть, будет необходимость укомпоновываться. Опасение о том, что мы же следили каждый день, смотрели, и сверху в доме Владимир Валерьевич у нас сотни фотографий, которые того, что здесь происходило. И когда вот эта вот ручная разборка началась, именно кирпича, кирпичная кладка была заметна, насколько, в каком удручающем состоянии он находится. Потом, когда лежали вот здесь вот уже колонны, было видно, что они сделаны из бутылки кирпича. ...послового фундамента, на котором будет разводиться, то есть там не пятерочка и не парковка, а будет разводиться именно то здание, которое исторически не существовало. Да, друзья? А какие фиолетовые здания кто-то мечтал? Нет, здесь все, вот я хочу, чтобы все поняли. Вот здание, с точки зрения историко-культурной, прошло трижды экспертиза. То есть все будет восстановлено до миллиметра, как было привычно для всех нас. До миллиметра. Все это абсолютно... Почему решения такие были приняты, вы тоже видели. Когда начался демонтаж, тут было видно, что раствор никакой. В растворе один песок. И то, что замена произошла, потому что ремонтировать было практически нельзя. Либо сметная стоимость этих работ увеличилась бы там в разы, в 4-5 раз. Поэтому приняли решение, согласовали с экспертами историко-культурной экспертизы. Они были не только саратовские, они с разных регионов России были, которые согласились с этим решением. Нужна и есть такая форма работы на объектах культурного наследия, воссоздание, демонтаж и воссоздание. Демонтаж у вас на глазах закончился. Сейчас, с этого момента, начинается этап воссоздания этой части театра оперы и балета саратовского объекта культурного наследия.